МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должна быть тесная связь с семьей и школой. Кому все-таки закон писан? Органы внутренних дел постоянно контролируют ситуацию, криминогенные обстановки. Смотрите прямо сейчас. Казалось бы, очевидным, семейное и общественное воспитание напрямую влияют на становление и развитие ребенка. Но часто мы не уделяем этому особого внимания, допуская большую ошибку. Преступность несовершеннолетних прежде всего обусловлена взаимным влиянием факторов внешней среды и личности самого подростка. Вовремя замеченные отклонения и правильно организованная помощь помогут предотвратить отдельные негативные моменты в жизни ребенка. Наши дети должны и даже обязаны знать, как поступить в той либо иной ситуации, особенно если их жизнь и здоровье угрожает какая-либо опасность. Нельзя не отметить, что родители – это те люди, которые прививают своим детям первые привычки и нормы поведения. Ребенок как губка впитывает отдельные моменты жизни своей семьи, как отрицательные, так и положительные. В связи с этим хочу напомнить, что в Республике Беларусь существует ряд нормативных правовых документов, которые регулируют вопросы ответственности родителей из-за нежащего воспитания своих детей, такие как закон о правах ребенка, административный и даже уголовный кодекс. Семья в жизни каждого человека занимает особое место. В ней ребенок растет, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы человеческих отношений, питывая и семьи, и добро, и зло – все, чем живет его семья. Любовь, взаимопонимание, поддержка, понятное дело. В любом случае ребенка нужно поддерживать, нужно его любить, и нужно слышать ребенка своего, что он хочет, и помогать ему во всех своих ситуациях, во всех случаях. Повзрослев, дети повторяют все то, что было в семье его родителей. Дети нуждаются во внимании школы, но в первую очередь во внимании своих родителей, потому что каждый ребенок берет пример со своих родителей. Это самый главный авторитетный взрослый для каждого ребенка. И можно много говорить в школе и проводить много профилактической работы, но самую главную работу всегда проводят дома. Для ребенка семья – это оберег, кладовая знаний и трамплин во взрослую жизнь. Семья – это определенный морально-психологический климат. Для ребенка это первая школа отношений с людьми. Должен доверять друг другу, чтобы знать, случилась у тебя проблема какая-нибудь, ты пришел, поделился, тебе помогли. Если нет любви, поддержки, подросток идет на улицу, ищет там все это. Для того, чтобы ребенок принял в этом возрасте взрослого, как условного своего, а не чужого, нужно в идеале с ним разделять его интересы, даже если это не очень интересно взрослому, ну или хотя бы иментировать некоторую заинтересованность. Только тогда ребенок раскроется и почувствует, что его слышат и что его понимают. Родители должны интересоваться, как учатся и проводят свободное время их ребенок. Рабочий день учителя начинается рано утром, заканчивается поздно вечером. Мы постоянно на связи с родителями. Многие родители интересуются своими детьми, их успехами, поведением, но далеко не все. И вот у таких ребят возникают зачастую проблемы. Они идут на улицу и там ищут общение, поддержку. Создавать условия для отдыха, где подросток будет в комфортной и интересной среде. Это спортивные секции, танцевальные студии, творческие кружки. Предложить ему тот вид деятельности, который ему интересен, потому что всегда идет отклик на что-то интересное, что-то, что отзывается. Если ребенок любит музыку, то тогда, если не музыкальная школа, если он не любит какие-то такие общественные места, то можно найти ему индивидуального какого-то учителя. Но самая такая палочка-выручалочка, я бы сказала, это посмотреть на то, чем увлекаются друзья вашего ребенка. Если у ребенка произошли изменения в поведении, проявляется агрессия с его стороны, возникли сомнения в психическом состоянии подростка, подозреваете его в употреблении наркотических и других токсических средств, не ждите, что проблема решится сама собой. Если вы не можете разобраться сами, поищите для него наиболее авторитетного взрослого. Это могут быть бабушки, дедушки, тети, дяди, соседи, тренер на кружке, почему бы и нет. Если же и здесь не получилось найти союзника, тогда стоит обратиться к психологу в учреждение, в котором учится ваш ребенок, или к частному специалисту, который обязательно найдет подход именно к вашему ребенку и всегда вам подскажет, на что обратить внимание и какая будет зона ближайшего развития. Нельзя игнорировать факты появления или исчезновения личных вещей ребенка, особенно дорогих. Мы видим детей зачастую намного больше по времени, чем родители и замечаем малейшие изменения в их внешнем виде, в их поведении. Мы замечаем, что у них появились какие-то новые вещи. И наша задача – вовремя отреагировать и сообщить родителям о каких-то изменениях в поведении ребенка. Сегодня нет более мощного, емкого и оперативного источника информации, чем интернет. Он стал могущественной и поэтому опасной силой. Любую информацию получить в легкости, просто сидя на диване, просто открыл интернет-поиск. Плохо это, конечно, то, что дети малого возраста начинают уже полностью интенсивно сидеть в телефоне, зависимость появляется, ну, можно сказать, деградирует. Можно найти информацию для учебы полезную, там, для здоровья, вообще для жизни, а так и плохую, там, как заработать нелегально, но потом это ждет наказание. Плюсы интернета – можно найти любую информацию, но зачастую мы находим различные сайты, где могут попадаться нам различные ненужные нам информации, и получаем мы ее не всегда корректно, и из-за этого нарушают подростки закон, потому что им становится это интересно. Многие подростки хотят заработать или попробовать, ой, что-то такое, и когда не пробовал, от одного раза ничего не будет. Тем, кто с ребенком находится постоянно и несет полную ответственность за его дальнейшую судьбу, а именно родителям, надо знать, если вам кажется, что вы не справляетесь самостоятельно, всегда можно найти профессиональную помощь. Педагогический коллектив гимназии прилагает максимум усилий для организации свободного времени учащихся. Ребенок не будет совершать правонарушения, если он занят интересными делами. У нас для этого много возможностей. Занятие робототехникой, программирование, исследовательская деятельность. В гимназии работают бесплатные кружки, спортивные секции. Равнодушие, невнимательное отношение к ребенку порождает его социальную и педагогическую запущенность. Они глубоко переживают свое одиночество, ненужность, заброшенность и отверженность. Наступают такие моменты, когда меня кто-то начинает злить, и меня это выводит из себя. Я просто начинаю на него злиться, орать на него. Не на маму, не на бабушку, а на друзей. Я начинаю орать на них. Подростки могут очень активно, очень агрессивно на что-то реагировать. Но, как правило, за скачком вот эта вспышка агрессии происходит и откат. То есть, если было бы полезно научить своего ребенка, если у тебя произошла вспышка агрессии, но потом ты понимаешь, что ты преувеличил, или тебе стало полегче, приди, давай мы с тобой обсудим. То есть, если он почувствует, что у него есть поддержка, что он не только плохой, не только злой или еще какой-то, а что родитель готов его услышать и готов его поддержать, пусть не здесь, не сейчас, когда устрая ситуация, а чуть-чуть попозже, это все даст свои результаты. Возникает чувство протеста. Ребенок стремится к самоутверждению и обычно выбирает противоправные поступки. Для меня семья, прежде всего, это мама и папа, которые всегда тебя поддержат. Расскажут, как можно себя вести в обществе. Никогда не научат плохому. Расскажут, как себя нужно вести со взрослыми в школе, в общественных местах. Но когда ребенку не хватает внимания, они вот идут на улицу, а на улице не всегда учат хорошему. Там зачастую наоборот все происходит. Каждый по-разному, подвергая сомнению все авторитеты и утверждая свое «я». Довольно часто самоутверждение начинается за счет принижения кого-то. Более стеснительных или слабых сверстников, которые не могут постоять за себя и дать отпор. Или вызывающих поступков, на которые не хватает смелости у других. Оно может проявляться в вызывающей одежде, провокационных выходках в школе или за ее пределами. Самоутверждение – это желание выделиться. И тогда на помощь приходит школа. В части определения способа организации досуга определяются склонности ребенка, чем бы он хотел заниматься в свободное время. Определяется профессиональная направленность личности ребенка. Как правило, дети отражают образ жизни своих родителей. И трудным он становится, если с детства нет любви и поддержки. Есть люди такие, которые ходят и до кружки, и на улицу. Есть люди такие, что они просто ходят на улицу, уроками не занимаются, просто они там живут. Это может отразиться на твоем будущем. Себя могут не взять на престижную работу, и вся жизнь пойдет под откос. Всегда самым главным учителем, спасателем и ориентиром должен является родитель для ребенка. Говорят даже, не нужно воспитывать детей, вы лучше занимаетесь собой, взрослые, чтобы быть лучше, а ребенок так или иначе будет похож на вас. Поэтому важно всегда родительский пример. Какие будут родители, как они будут вести себя в быту с точки зрения безопасности в том числе. Так же будут и поступать с годами, и молодое поколение, дети. Никто не стремится узнать его интересы и потребности. Родители – это сам первый друг ребенка. Они должны все знать про ребенка, что случилось. Должны первые узнать, что помочь решить проблему. Сегодня как никогда на ребенка усиливается влияние псевдокультур. В семьях неурядицы и скандалы. Родители занимаются зарабатыванием денег, а иногда чрезмерное попустительство или жестокое наказание за проступок могут привести к тому, что между детьми и взрослыми теряется эмоциональный контакт. Некоторые родители слишком много уделяют свободного времени детям, а некоторые слишком мало с целью заработать денег. И также на учеников может влиять дурное влияние улицы. Их могут взять на слабо, а потом уже человек будет думать, ну, либо просто человек не хочет учиться и не думает о будущем. Отсутствует контроль за поведением и поступками. Одним словом, безнадзорность. Родители многое запрещают, и они назло родителям вот это делают. Ну, просто хотят, наверное, казаться взрослыми. В семье ребенок должен получать очень много внимания и любовь со стороны родителей, потому что если он этого не получает, то он может получать внимание и любовь со стороны улицы. То есть он будет делать плохие поступки, нарушать закон. Основную часть своей жизни в период с 6 до 17 лет ребенок проводит в школе. Здравствуйте, дети! Мы отряд юных друзей милиции. Сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного движения. Кто первый ответит на вопрос и поднимет руку, получит небольшой приз. Именно в школе ведется системная работа на предупреждение о социальном поведении. Профилактическая деятельность среди несовершеннолетних включает в себя разъяснительные формы работы, консультативные, правовые аспекты, которые направлены непосредственно на формирование законопослушного, ответственного, безопасного, самосохранительного поведения среди несовершеннолетних. В школе помогают каждому ребенку самоутверждение. Мы реализуем собственные проекты, такие как «Лидер школы», «Таланты молодежного», «Семейный калейдерскоп». Данные проекты направлены на выявление лидерских качеств детей, раскрытие талантов, на сотрудничество семьи и школы. Организуя любое мероприятие в нашей школе, мы с моей коллегой придерживаемся принципов формирования позитивной атмосферы, дружелюбной и поддерживающей среды, где ребята чувствуют себя комфортно и удобно. Неблагополучные – это не только семьи, где конфликтная атмосфера и преобладает грубость, жестокость и неуважение к детям, но и семьи с попустительским типом воспитания. На проблемы и поведение ребенка просто закрывают глаза. Родители проявляют нежелание воспитывать своих детей. На помощь приходит социометрия. Первый раз проводится оно в октябре с целью определить детей, которые имеют проблемы в общении. Дети отверженные, дети пренебрегаемые определяются благодаря социометрии. И с ними организуется индивидуальная работа классного руководителя, работа педагога-психолога. А весною делается повторная социометрия с целью посмотреть динамику, есть ли у нас такая проблема или же она, наоборот, у нас устранена. К неблагополучным можно отнести семьи, где ребенку все дозволено. Родители потакают каждому капризу подросткам. Многие родители не знают, как завести близкое общение со своим ребенком. И им кажется, что если они будут внимательно прислушиваться к потребностям ребенка, покупать все, что он хочет, то тогда он условно такой хороший родитель, и ребенок будет ему доверять. На практике, к сожалению, это не так. С помощью каких-то покупок это сделать невозможно с помощью потакания и подавно, потому что ребенок, к сожалению, это воспринимает как слабость и каждый раз требует все больше. А есть еще и недисциплинированные школьники. Их бурная активность, кипучая энергия порой не находят разумного выхода и проявляются в шалостях, озорстве, нарушениях дисциплины. В школах эту активность и энергию быстро переключают на интересные и увлекательные дела, направляют инициативу детей в правильное русло. Вот эту активность излишнюю детей нужно направлять в правильное русло. В нашей школе есть объединение по интересам, кружки, секции. Такие дети участвуют в играх, в мероприятиях школьных. Они зачастую становятся организаторами данных мероприятий. И тогда их неуемная энергия идет во благо школы и дает положительный пример остальным учащимся. Друг, лидер, товарищ, наставник все это про педагогов-организаторов. Они объединяют в одну команду школьников из разных классов и ведут их вперед к цели. Поддерживать активное вовлечение учащихся в различные мероприятия, которые способствуют их личностному развитию, помогают каждому ребенку стать активным гражданином своей страны, способным своими делами, поступками приносить пользу себе и, конечно же, окружающим людям. Эта задача реализуется благодаря общественным организациям, таким как БРПО, БРСМ, БМОСП, ЮИД, в рамках которых проходит множество проектов, конкурсов, в которых ребята с удовольствием принимают активное участие. Важная роль в профилактике преступлений в учреждениях образования отводится и педагогу социальному. Она направлена на несколько категорий, то есть на работу с учащимися, работу с законными представителями и работа с педагогическим коллективом. В учреждениях образования прекрасно понимают необходимость создания условий безопасного для ребенка пространства, где ему хорошо и интересно. Шестой школьный день насыщен увлекательными мероприятиями, разнообразной тематики. На классных часах мы даем ребятам азы правовых знаний, проводим тренинги, на которых учим ребят говорить «нет», когда предлагают что-то не очень хорошее. С 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. Во время недели родительской любви проходят выставки, интересные мероприятия совместные, концерты, сладкие столы. Все это объединяет родителей, детей и школу. Это очень важно. Также проходят совместные мероприятия в шестой школный день, спортивные мероприятия, походы, акции, что тоже способствует объединению родителей, детей и школы. Ранняя профилактика преступлений и правонарушений была, есть и будет важнейшей задачей всех тех, кто связан с молодежью. Мы проводим профилактические мероприятия в виде посещения учебных заведений, выступления на различные темы, конечно же, больше касаясь правоохранительного характера, дабы уберечь детей от совершения административных преступлений, уголовные наказуемые, а также, конечно же, исключения травматизма наших несовершеннолетних. Мы постоянно основе посещаются по месту жительства, проводятся, опять же, профилактические мероприятия как самостоятельно с детьми, так же и с их родителями. Также проводим различные формы кружков, занятий, посещения знаковых мест, как нашего города, так и нашей республики, опять же, с целью профилактики, привить им законопослушность и оградить их от совершения, не дай бог, каких-либо страшных, опять же, преступлений, либо административных правонарушений, ну, последствий для наших несовершеннолетних. Родителей, учителей, руководителей, сотрудников правоохранительных органов и, конечно же, государства, так как здоровое, законопослушное и правильно ориентированное молодое поколение – основная опора страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова